Всем привет! Вы на канале Время Жить. Меня зовут Андрей. И я думаю, это будет заключительная часть из цикла видео о том, как же Ни Чанг пережил тайфун Дамри. Я думаю, мы подведем в этом видео какие-то итоги, благо и рассказать есть что. Меня там в комментариях спросили показать, как выглядит пляж. Ну вот, примерно вот так вот. Вода очень грязная, куча палок, куча веток, но при этом туристы отдыхают. Никто не купается, но на шезлонгах люди лежат. Вот. Соответственно, что еще? Мысль потерял. Еще раз повторюсь, да, как и в предыдущих видео, это все без монтажа. Сделано это и из-за отсутствия у меня времени на монтаж, и для того, чтобы ускорить процесс выкладки видео, чтобы это произошло более оперативно. В общем, давайте по итогам. Прокатились по центру города. В центре тоже тьма упавших деревьев. Я бы не сказал, что как-то более оперативно работают городские службы. Я бы не сказал, что службы в принципе как-то работают. Давайте я так вот в перспективу покажу, куда буду идти. Вот упавшая пальма. Опять же, куча мусора можете видеть. То есть как, например, вот если едешь по дороге на байке и видишь, что вот в каком-то месте было, было упавшее, упавшее дерево. Так вот, та часть, которая выходила на дорогу и мешала проезду, отпилена, но при этом само дерево не убрано. Вот. Когда они будут убирать это все, когда они будут убирать вот эти ветки с пляжа, когда они будут убирать деревья, ну как убирать, они как бы не полностью выкорчеваны. Они упавшие, но корни остались там, где они росли. Соответственно, ну это же надо специальной машиной вытащить это дерево. Уж не знаю, можно ли посадить его еще раз. Вот смотрите, сейчас покажу, как пальма обломилась. Вот. Поэтому мне не показалось, что центр более оперативно делают. Ну там, знаете, можно подумать, что раз куча туристов. В смысле уборки, уборки деревьев... В смысле уборки деревьев я бы не сказал, что есть какая-то там оперативность, но есть оперативность в скорости подачи электричества. Поэтому в центре сейчас электричество есть, причем это не тот случай, когда вот генераторами пользуются, а именно прям централизованно. То есть, видимо, подстанция, которая относится к центральной части, в общем, вся линия была налажена намного быстрее. Вот здесь я считаю, что все-таки из-за обилия туристов в центре, и китайских, и русскоговорящих, ну всех любых туристов, я думаю, все-таки как-то городские службы больше отдавали предпочтение, так сказать, в общем, приоритет отдавали больше центру. Вот. Что еще? В остальном же, ну вот как видите, сегодня на удивление, вот проснулись сегодня с утра и в шоке были. Солнце. Если не всеобщая разруха, если не развалившиеся там здания, упавшие деревья, кругом грязь. Ну в центре, кстати, здесь все чистенько. Ну вот упавшее дерево, вот еще упавшее дерево. Но в целом здесь прибрано. Но в остальном, как бы, городе, то есть грязь, разруха. Если бы не все это, то погода создает ощущение, что ничего не произошло. Совершенно. Вот, кстати, вот там вот, наверное, видно, лайнер вон стоит большой. Еще я слышал, что с, получается, шторм у нас был вчера, с позавчерашнего дня закрыли фуникулер, который возил эти корзинки на Винперл. И корзинки причем убрали. То есть они не просто остались где-то там висеть, а их именно совсем убрали. Я думаю, то, как тут срывает кровлю и ломает заборы, я думаю, эти корзинки бы попадали все в воду. Ну, поотрывало бы их наверняка. Поэтому их просто убрали, и их не было еще с позавчерашнего дня. Куча толп китайских туристов, их, видимо, ничего не остановит. Да и наших тоже ничего не останавливает. Как я сказал, там стоят шезлонги, ну, которые отелям принадлежат, и не только. Вот. Они подготовлены, ну, то есть расчищены. Вокруг грязь, вокруг палки, но шезлонги как бы так расчищены немного, и туристы, и, ну, те, от которого отеля туристы пришли, они спокойно могут лежать. Но, как я... Хотя, кстати, знаете, я хотел сказать, никто не купается. Вот в ту сторону никто не купается. Но вот туда, если присмотреться, там все-таки люди есть немного. Ну, так, буквально там десяток человек, так, забегают волны. Что еще касается моря, вода... Ну, волны, вы все видите, ветер не особо сильный. Вода везде грязная, я думаю, видно, что она вся взбаламученная. И это не тот случай, когда здесь река Кай есть, и вокруг нее обычно всегда грязное место. Ну, в море. То есть она впадает в море и приносит с собой тину, муть и грязь и тому подобное. Вот. Сейчас можно видеть это по всему. По бережью, вплоть до Винперла, вплоть до канатки, до фуникулера, до лайнера, до всего. Вот люди смотрят. Так вот, мысль из-за них потерял. Если они меня знают, то знаете, из-за вас я потерял мысль. Так вот, собственно, я ввел к чему мысль относительно центра. Того, что в центре более оперативно вывернули электроэнергию, и он более готов к жизни. У нас, как бы, сами понимаете, вчера, да, был такой жесткий денечек, мы там, по фану я через мобильный интернет на последних, там, я просто, чтобы выгрузить вчерашние два видео, я потратил всю зарядку на это, фиг с ним с трафиком, а просто всю зарядку телефона потратил на то, чтобы с телефона через мобильный интернет загрузить видео. Ну, зарядки не было, и как бы все. Но сегодня уже, ну, работа не ждет, и нужно что-то было делать. Мы сначала думали прибегнуть к такой, к такой схеме, которую мы уже не раз обкатывали в Вунгтау, еще когда в Вунгтау жили. Отключается электричество на полдня, мы идем в какую-то кафешку, у которой есть генератор, там, мобильный интернет, то есть мы покупали там что-то, садились и полдня там сидели, работали. Вот. Ну, здесь мы так прикинули, что не факт, что ситуация разрешится через полдня, или даже через день к сегодняшнему вечеру. Решили, что кафешка не такой уж хорошая идея, и взяли, просто приехали в центр, в центр, и за 300 тысяч, это 2, так, это где-то что-то там, 15, 14, ну да, где-то около там 14 долларов, сняли отель на сутки. Как я сказал, в центре есть все. Я когда пришел смотреть номер, я спросил, ну, видно, что свет есть, проверил интернет, проверил горячую воду, то есть у них все есть, есть там стол, за которым можно поработать, поэтому просто сняли номер на сутки, потому что, как я и сказал, работа не ждет. Надо делать дела, иначе, ну, так можно долго сидеть. Я не знаю, судя по тому, что я, потому что мы видели там в центре, это, это может затянуться надолго. Вот. Итак, 8 минут почти. Ну и последнее, что хотелось бы рассказать, наверное, что вот произошло между вот тем видео, где мы ехали на байке, и вот этим моментом. Мне скинули ссылку, хотя нет, давайте немножко по-другому. Говорят, что попасть на телевидение очень сложно. Ну, то есть, ведущий, ну, хотя, наверное, участникам не очень сложно, но там как-то стать. В общем, не суть. Попасть на телевидение достаточно сложно. Лично, как оказалось, как оказалось, это не так сложно. Достаточно просто снять какое-то такое резонансное видео на, можно сказать, трендовую тему, ну, например, катастрофой. Можно назвать вот этот тайфун катастрофой. Да. И в любом случае, один из каких-то каналов СНГ обязательно сворует у тебя кусочек из видео, которое ты снял. Мне скинули ссылку, говорят, написали сообщение, ты попал на телевидение. И там ссылка на какой-то кусочек репортажа, полутораминутный, украинский, по-моему, канал. И там есть кусочек из моего видео. Вот. Ну, к счастью, ну, как к счастью. Спасибо, конечно, что там подписали в уголочке, что видео взято с Ютуба, с такого-то канала. Но, понятное дело, что те, кто на телевидении увидят эти видео, они никогда не пойдут на Ютуб искать этот канал. И уж тем более... В общем, не бы всех этих зрителей на Ютуб, потому что, конечно, посмотрел на телевидение, наверное, немалое количество людей. Вот. Вот так вот я попал на телевидение. Собственно, относительно видео. Если бы мы делали вот это видео с монтажом, я бы, конечно, вставил этот репортаж, наверное. Но поскольку без монтажа, для оперативности, поступим другим образом. Я в описании оставлю ссылку. Вы можете перейти и посмотреть этот кусочек. Там мой кусочек небольшой. И, по-моему, там еще какой-то мужчина. Ну, я не знаю, кто это. Ну, видимо, тоже просто... Просто... В общем, да ладно, к черту. Я не расстроен и не воодушевлен. Я как-то очень достаточно спокойно к этому отнесся. Взяли и взяли. То есть мне профита, так сказать, позитивного какого-то, положительного отклика от этого мне не будет. Ну вот, да, один человек мне скинул. Окей. Ну, он и так меня смотрел. Если бы он меня не смотрел, он бы не знал, что это я. В остальном же... Ну, украли. Фактически, да, можно сказать, что украли. Хотя пометку сделали. Это называется, по-моему, добросовестное использование. Ну, это все... Это все... Это юридические вопросы. Я не буду ничем там не заморачиваться, ничего. Ну, вставили и вставили. Пофиг. В общем, по ссылке в описании вы сможете перейти и посмотреть этот кусочек с моей так небольшой вставкой. В остальном же, я думаю, на этом будем заканчивать. Я имею в виду цикл вот этих видео о разрушениях и тому подобное. Вон, давайте напоследок сейчас вам покажу, как это... Как это все выглядит. Идем, идем. Вроде сзади все нормально. Немного листвы. И тут вот так вот раз. Ну, мы отсюда с вами начинали, поэтому, наверное, вы это все видели. Вот. Еще хотел спросить. Так, про телевидение не рассказал. Хотел спросить. Видео сейчас выходит очень редко. Я бы даже сказал, совсем не выходит. Уже, по-моему, три недели. Если не читать вот эти вот видео, которые вы сейчас смотрите. Хотел спросить. Снимать видео без монтажа, конечно же, намного проще. Намного проще, но при этом намного сложнее. И смотреть их тоже немного сложнее. Потому что, ну, сами понимаете, здесь много беканий, беканий, меканий и тому подобное. Заиканий, пауза. Вот там люди, что-то увидел каких-то людей, отвлекся, потерял мысль, что угодно может произойти. В этом смысле я хотел спросить. Самых, самых, кто готов на это смотреть, я могу снимать такие видео. И, ну, они будут выходить, конечно, чаще, чем видео, которые, которые классные, там, красивые, с монтажом, со всеми делами, с идеей. Если это постановочные видео, то со сценарием и так далее. Вот. Такие видео, конечно, снимать проще. Соответственно, и времени я трачу на них меньше. Могу выпускать вот так. Хотя, конечно, таких тем, прямо вот таких, которые требуют оперативности, надеюсь, больше в ближайшее время не возникнет. Но в любом случае на какие-то другие темы, какие-то, может быть, локальные моменты в принципе могу снимать. Короче, много слов, видите, как много слов. А если бы я снимал это все сценарием и с монтажом, вы бы ничего этого не услышали. Было бы коротко и ясно. В описании пишите, хотите, готовы. Маленький секрет. Давайте, ладно, к черту, уже 13 минут, неважно. У меня есть в отеле, где мы заселились, интернет нормальный, поэтому я не буду сейчас заморачиваться и думать о том, что мне будет сложно заливать такой объемный файл. Ага, я это сказал и потерял мысль. Ну, вот об этом я и говорил. Черт. Слушайте, я серьезно забыл, о чем я хотел сказать. Подводил, подводил и забыл. А, вот, вспомнил. Отлично, отлично. Не так долго потратилось. Насчет того, что возможно какие-то смотреть видео нудно, ну, такого плана, например, смотреть их, возможно, нудновато. Я вообще последнее время на ютубе нашел для себя такой способ отличный, чтобы, во-первых, меньше тратить свое время на просмотр видео, а во-вторых, реально люди, ну, может быть, он бы, человек мог бы быть интересным, ну, просто он, ну, очень такой, бывает манера говорить очень медленная, такая расслабленная, рабочие сидят, загорают. Я нашел для себя решение этого проблемы следующим образом. Я смотрю все видео на полтора. Если человек слишком нудный, можно и на два. Там на ютубе прямо вот эту шестереночку, звездочку нажимаете и там можете выставить скорость 1.25, 1.5 и 2. 1.75, по-моему, нету. Соответственно, ну, ладно, ускорить там нудного человека это одно, для меня первостепенно это экономия времени. То есть, представьте, если я смотрю 30-ти минутное видео на скорости 1.5, в 1.5 раз быстрее это 20 минут. Если я смотрю какой-то огромный, там, знаете, например, можно слушать аудиокнигу шестичасовую, то есть, из 6 часов ты 2 можешь сэкономить, то есть, правильно, да, я правильно посчитал, да, из 6 ты посмотришь за 4. Это огромная польза, ну, и оптимизация, так сказать, деятельности. Как я и сказал, да, повторюсь, точнее, нет, не повторюсь, скажу, начинайте с 1.25, потому что поначалу, если поставите на 1.5, ничего не будете понимать, потом мозг привыкает, и сейчас, когда я после 1.5 я включаю на 1, ну, обычную, стандартную скорость, ощущение, как будто бы люди разговаривают слишком медленно, ну, то есть, мозг привыкает воспринимать быструю речь, и он легко это делает, серьезно, просто нужна небольшая практика, небольшая тренировка, и вы привыкнете. Начинайте 1.25, потом повышайте до 1.5, если совсем нудятина, можно и до 2.5 попробовать. Вот так вот, вам не просто секрет просмотра моих видео, а вообще секрет просмотра любых видео, вот, собственно, которым я и сам пользуюсь. Все, пожалуй, на этом все, 15.30, огромное спасибо, что вы уж это длиннющее видео без монтажа досмотрели до конца, обязательно подписывайтесь на канал, что там еще надо говорить, видите, я уже все забыл вообще, подписывайтесь на канал, да, оставляйте свои комментарии, опять же повторюсь, если вы сейчас в Ничанге, то пишите, он мне уже, мне уже байк предлагает, вон, чувак, если вы сейчас в Ничанге, то пишите, как вы пережили этот, этот катаклизм, и, ну, рассказывайте, как вас затопило, не затопило, кстати, да, вот еще, давайте раз уж это, вот видите, эти высотки центральные, у меня тут живут знакомые, рассказывали, что их тоже это не обошло, во многих высотках потрескались стекла, ну, не то, что прям все, но у кого-то потрескались, у кого-то разбились, у ребят, вот, которые рассказывали, у них паркет, по-моему, да, паркет на полу, из-за того, что все заливало, он покрылся пузырями, вздыбился, я тут вон, спрятался, в наглую, просто у дорогущего отеля, где парковка для машин, я вот тут, вот так вот припарковался, вот, так что, ни дорогие отели, ни маленькие домики, ни одноэтажные, ни высотки, никто не, не прошел, так сказать, никто не пережил этого совсем бесследно, бескровно, вот, кстати, насчет, ну, кровно, конечно, не то, чтобы я не хотел это говорить после, как бы, типа, шутки, но, по-моему, там, что-то, вот, видео сказали, которые, вот, репортаж, про который, куда украли мой кусочек, сказали, 19 человек погибло, вот, ну, вот, видимо, вот так вот, еще кто-то попал, пропал без вести, ну, ничего уж не поделаешь, вот, это, это природа, это стихия, и, сколь бы человек не был, там, развит, я имею в виду, технологически наша цивилизация не была развита, против природы, против стихии, мы ничто, ну, сами подумайте, наводнение, землетрясение, потоп, цунами, тайфун, ураган, смерть, что угодно, против этого мы ничего не можем сделать, мы можем строить сколь угодно, там, красивые, или технологичные здания, развивать свои технологии, но, увы, что вы, в Америке что придумали, строить одноэтажные, можно сказать, как это говорится, из говна и палок, простые домики, то есть, элементарные дома, которые, если их тайфун, там смерчи, ураганы, если смоют, то он задешево, и быстро такое же строится еще раз. Вот. А, ну да, еще я слышал про технологию, что сейсмично активных, там, в Японии, по-моему, научились строить дома, у которых фундамент немного, как бы, как бы это сказать-то, играет, то есть, немного амортизирует, и дом, ну, и этот, эти амортизаторы поглощают биение, землетрясения, и это помогает вот таким высотным зданиям не разрушаться. Вот. Вроде я что-то такое слышал. Поправьте меня, или, может быть, вы еще какие-то, знаете, технологии, которые позволяют нам бороться, там, со стихией. Тоже оставляйте все ваши умозаключения в комментариях. Итак, я закончил 3 минуты назад, но мы все еще продолжаем. Да, это забавно. Это как трансляция. На самом деле, я подумаю насчет трансляции. Давайте, раз уж в этом видео я вас обо всем спрашиваю, я собираюсь проводить трансляции прямые, отвечать на вопросы людей, потому что много вопросов, и отвечать каждому порой и сложно, и не хочется, потому что вопросы порой однотипные и, мягко говоря, глупые. Ну, скажем так, когда человеку лень зайти в интернет и погуглить, и вместо этого он пишет мне, ну, на такие вопросы даже отвечать не хочется. Ну, на трансляции, там, пожалуй, в какой-нибудь такой стебной форме я вам это готов все изложить, если будут какие-то вопросы. Так что в комментариях, опять же, пишите вам, у вас уже 3 темы нужно, которые, или сколько, я уже сбился со счета, по которым нужно отписаться в комментариях. Пишите, хотели бы трансляции, и в какое время, потому что у меня плюс 4 от Москвы, я не могу делать вечером, потому что в 6 вечера в Москве у нас уже 10 вечера. Поэтому, думаю, это будет дневное время в выходные. Ну, самое оптимальное.